Чемпионат мира в России прошел идеально, но возможно это было последнее международное первенство старого формата Ведь Евро уже расширили до 24 команд и там больше нет такой конкуренции Да и чемпионаты мира меняются, следующий будет в Катаре, причем зимой А после него нас и тут ждет увеличение состава участников до 48 команд И ясное дело появятся неинтересные матчи Походу мы с вами наслаждались последним классическим международным турниром И очень круто, что он прошел именно у нас, в России Чем нам запомнилось главное футбольное событие в истории страны? В этот раз большой топ выходит во вторник, а не четверг, пока еще свежи воспоминания Давайте подведем итог и поностальдируем, как же было круто Это топ-10 итогов и лучших моментов чемпионата мира 2018 в России Готовы? Десятую строчку назовем так Россия лучший организатор крупных международных турниров Мы начали подозревать это еще во время Олимпиады в Сочи А сейчас окончательно убедились Мундиалем восхищались вообще все Абсолютная безопасность Заполненные стадионы Огромные и крутые фан-зоны Невероятно приветливые англоговорящие волонтеры Которых было, кажется, сотни тысяч Ну а церемонии открытия и закрытия были самыми запоминающимися и небанальными За все время проведения мундиалей Даже факт критиком от Робби Уильямса стал фишкой А увидев барабанщика Рональдингио на закрытии взревел весь стадион В общем, организации мундиаля были довольны вообще все А президент FIFA Джани Инфантино вообще заявил, что это был лучший чемпионат мира в истории И предложил придумать отдельное слово, чтобы описать крутую организацию турнира И классно, что мы с вами были к этому причастны Потому что никакие не чиновники и не власть в этот месяц были лицом России А мы с вами Спасибо Девятая позиция, вы могли не заметить, но это был чемпионат рекордов Серьезно, невероятных достижений набралось настолько много, что можно было бы сделать отдельный выпуск только об этом Был установлен рекорд по количеству забитых автоголов 11 По количеству назначенных во время игр пенальти 29 Прошлый рекорд был 18 В России даже был забит самый поздний гол в истории на групповой стадии Неймар, Коста-Рики на 97 У нас всего один матч на турнире был безголевым Случилось это только в 38-й игре чемпионата Тоже рекорд К тому же на этом первенстве каждая сборная забила минимум по 2 гола Подобного не было ни разу в истории Испанцы в матче со сборной России установили рекорд по количеству передач Больше тысячи И все бесполезно В России на мундиалях сыграл самый возрастной футболист Вышел в плей-офф самый возрастной тренер И еще много чего Но и вишенкой на торте стал самый результативный финал Аж с 66-го года Шесть мячей Вау Это правда было с нами Восьмое место Отдадим отлично отработавшей системе видеоповторов ВАР Которую впервые ввели на чемпионатах мира И она действительно очень помогла Фактически на мундиале не произошло вообще ни одного судейского скандала Все спорные эпизоды смотрели и выносили верное решение Мнения разделились только по поводу пенальти в финале Но там момент был на усмотрение судьи 50 на 50 А рука и правда была Тем не менее ВАР сделал футбол заметно чище И теперь даже Неймар не сможет своими симуляциями обмануть ВАР И выклинчить левый пенальти А еще в том числе благодаря ВАР Рефери стали меньше влиять на игру Они показывают меньше красных карточек И стараются быть незаметными Наконец-то Седьмую строчку отдадим сборной Хорватии Которая еще раз доказала, что имея железный характер можно свернуть горы Ведь они могли вообще не приехать на Мундиаль Перед решающим матчем отбора с Украиной сменили тренера Прошли стыки, попали в группу смерти Одержали там три победы В плей-офф отпахали три овертайма Два из которых выиграли по пенальти И буквально доползли до финала Отыгрываясь в каждом поединке И имея фактически один состав Помню, меня поразил в трансляции кадр 32-летнего Модрича Которого заменили на 118-й минуте полуфинала Просто потому, что он уже еле стоял в центре поля И держался за колени Но при этом каждый эпизод по полной отрабатывал И вообще Лука, которого в детстве даже не хотели брать в футбольные школы Из-за худобы Стал символом этой Хорватии Которая боролась в каждой игре И чуть не сотворила сенсацию Помните, как их меняли из-за травм, судорог мышц А как вратарь на одной ноге доиграл матч с Россией Но они выдержали и показали лучший результат в своей истории И кто знает, не будь в финале странного автогола И спорного пенальти Могло быть еще круче И пару слов о главном идиоте турнира Николе Калиниче Который в первой игре просто отказался выходить на замену Сказав, что у него болит спина Хотя хорватские врачи потом провели диагностику И сказали, что никакой травмы нет Походу он просто не захотел выходить Потому что считал, что должен играть весь матч Как итог, его сразу выгнали из сборной за такое высокомерие А мог бы достичь лучшего результата в своей карьере И очень помочь родной команде Которой в овертаймах и правда не хватало сил Просто сказочный идиот Шестой вывод Сейчас команды одного игрока проваливаются, а решают тренерские сборные Действительно, посмотрите Далеко прошли Бельгия, Англия, Франция У всех них четко прослеживалась тренерская мысль в каждом матче А та же Испания, оставшаяся перед чемпионатом без тренера С каждым матчем играло все хуже и хуже И в итоге вылетело от тренерской России Ведь наша сборная заметно ниже уровнем Без игроков звезд Но за счет четкого выполнения установок наставника Мы прошли дальше А вот команды одного игрока на этом мундиале провалились Польша, Египет, ну и Аргентина с Португалией Рано поехали домой Зато вот абсолютно тренерская Швеция Отказавшаяся от тянувшего одеяла на себя Златана Дошла до четвертьфинала А взяли бы Ибру Многие уверены Тогда бы выступили хуже Да и Хорватию точно нельзя назвать командой одного игрока Слишком хороши были все остальные Вообще же очень символично вылет именно сборных Роналду и Месси На одной стадии и в один день После чего многие уже начали говорить про конец эпохи доминирования Лео и Криштиано И знаете, я вот с ними вообще не согласен Во-первых, потому что они сами играли очень неплохо и забивали Во-вторых, потому что, как я уже сказал Турнир показал, что очень много решают тренерские задумки И в одиночку игроки не могут тащить Нужна сильная команда А в-третьих, оба все еще в хорошей форме Роналду бросает себе новый вызов Уходит в Ювентус И там точно будет сверх мотивирован И сможет несколько лет играть на топ уровне Ну а про Месси и говорить нечего Он вообще может спокойно дотянуть до следующего ЧМ в Катаре И там, наконец, воплотить мечту Может быть Так что не списывайте их со счетов Мбаппе, конечно, молодец Но пока он и близко Не Месси и Роналду Друзья, кстати говоря Если вы хотите приобрести оригинальную атрибутику Майки, шарфы и прочие аксессуары Ваших любимых сборных Включая сборную России Ну или формы клубов на новый сезон Например, майку Роналду Они разлетаются как пирожки Советую делать это на сайте моих друзей Компании Фанкарт Только оригинальная продукция Никаких подделок А еще быстрая доставка в любую точку мира А с промо-кодом от нас МячПро Скидка на все 10% Так что вы поняли Ссылка на магазин внизу в описании Ну а мы продолжаем Пятое место Непредсказуемость турнира и провал фаворитов Каждую игру этого первенства было интересно смотреть И в каждой была борьба А все потому, что уровень футбола очень выровнялся Нет откровенно слабых команд Даже сборная Саудовской Аравии по факту оказалась не так плоха И просто мы были монстры Даже в последнем групповом туре Команды, которые уже к тому моменту почти вылетели Бились и отбирали очки Перу, Марокко, Южная Корея, Саудовская Аравия В итоге даже немцы поехали домой Раньше времени и впервые в своей истории не вышли из группы Продлив чемпионское проклятие Это был вообще шок Провалились Испания, Аргентина Зато в четверть финала вышли россияне Да, на этом мундиале не было такого сенсационного андердога Как Коста-Рика Но это и не так важно Главное, турнир был невероятно интересный И был всего лишь один скучный матч Дания-Франция 0-0 Все, вы прикиньте Один фиговый матч из 64 за месяц Ну это же нереально круто Четвертая позиция Восторг болельщиков Который передал в одном выражении вот этот бразильский фанат Мгновенно ставший звездой и получивший тысячи подписчиков в инстаграм Россия! Аб**ня, братан! Аб**ня! Ведь чемпионат мира это в первую очередь праздник, и в России он удался Чего только стоит Никольская улица, которая на месяц превратилась в центр футбольного мира А еще у каждой сборной была своя песня, и ее включали перед каждым матчем на стадионах Особенно запомнилась английская «Football coming home» Ну и конечно русские Калинка и Катюша, которые теперь поют во всем мире Почти все фан-зоны были переполнены, а некоторые, как в Нижнем Новгороде, просто не могли вместить всех желающих И туда приходили сильно заранее Главным же фанатом этого мундиаля стал Марадонна Который то танцевал, то кричал, то снова показывал Фати, как Робби Уильямс Что-то тут не так, да? А помните, как смешно президенты смотрели футбол, и после голов типа извинялись друг перед другом? А-а-а! А три болельщика в кокошниках, синхронно евшие хот-доги и ставшие сразу же мемом Даже появились футболки с их принтом Ну и самый крутой, болельщицкий жест мундиаля от японских фанатов Которые каждый раз на стадионах убирали за собой мусор Круто? Еще как круто! Третье место Стандарты и игра вторым номером На этом чемпионате мира сборные установили рекорд по количеству голов со стандартов 43% То есть почти половина всех мячей И это вполне логично Во-первых, потому что многие стандарты назначались благодаря ВАР Ну а во-вторых, потому что, как я уже говорил, футбол очень выровнялся И забивать с игры стало сложнее Поэтому первым номером на этом мундиале играли единицы Лучше всего это выходило у бразильцев, которые создали больше всего атак на мундиале Но обидно проиграли в четвертьфинале Напоровшись как раз на стандарт и контратаку бельгийцев Которые играли вторым номером Но именно такая тактика на мундиале сейчас приносит успех Наверное, еще и потому, что за три недели сборов просто невозможно наладить крутую командную игру Ведь у того же Гвардиолы на эту ходит сезон, а то и два Поэтому лучшие клубы держат мяч А лучшие сборные отдают его и отрабатывают стандарты Вторую позицию отдадим чемпиону сборной Франции и ее суперпоколению Которое уже должно было хоть что-то выиграть Два года назад в финале не повезло И теперь Дешам учел все ошибки Французы играли максимально прагматично от соперника И стали чемпионом с наименьшим средним владением мячом за последние полвека 48% За что даже Куртуа раскритиковал трехцветных после проигранного полуфинала Но после поражения на домашнем Евро Дешаму нужен был только результат И он его добился Хотя начали французы откровенно ужасно Еле обыграли Австралию Дидье оперативно внес изменения Убрал Дембеле, из-за которого был дисбаланс И заставил Жеру создавать ширину атаки, но не бить поворотом И на самом деле Оливье стал одной из важнейших причин победы сборной Франции И знаете, несмотря на вот такой вот местами унылый футбол Надо признать, французы победили абсолютно заслуженно Прошли сильных соперников и даже много забили Но не покидает ощущение, что с такими футболистами Франция спокойно могла бы играть еще круче Правда? Ну и первое место Самый главный вывод Россия футбольная страна Прошедший чемпионат мира нам показал Оказывается, у нас есть крутая сборная Крутой тренер и крутые игроки За которых вообще не стыдно Впервые за 10 лет нашу команду вообще никто не ругал Матчи сборной смотрели все Бары были переполнены Рейтинг трансляции был рекордный А у футболистов взлетело количество подписчиков в соцсетях Потому что они стали звездами Как итог, первый в истории выход в плей-офф Помните, как Владимир Стогниенко Включил после победы прямо в эфире России Один песню Ты просто космос, Стас А это фирменные празднования Артема Дзюбы Как он отдавал честь Черчесову И другой рукой прикрывал голову Потому что честь надо отдавать в головном уборе Просто гениальнейшая акция От вечернего Урганта У сын одежды Которая смешная, но в то же время очень добрая Чудо с сейф ногой от Инфеева Во время серии пенальти Приравнявший его к богам и породивший кучу мемов Блин, как же это было круто Ну и классный финал этого всего Супер речь Артема Дзюба перед серией пенальти Парни, я люблю вас Я горжусь вами Это на века Спасибо сборной России Друзья, очень старался ничего не забыть Пишите, что для вас стало главным итогом Этого крутейшего чемпионата мира И обязательно подписывайтесь И нажимайте колокольчик Такие подробные топы Только на канале Мяч А еще не забывайте про мой инстаграм Вот он В прошлой выпуске про лучших и худших игроков Чемпионата мира Смотрите тут и тут И шоу 5 причин Где мы поспорили Какое будущее после мундиаля Ждет сборную России Увидите вот здесь Саня Журавлев Спасибо, что смотрите канал Мяч После чемпионата мы для вас будем стараться делать Все еще круче Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok